Всем большой привет! Сегодня будем солить на зиму зелёные помидоры. Заквашенные по этому рецепту помидорчики стоят под капроновой крышкой до самой весны, при этом не перекисают. Получаются очень вкусными, а сделать их легко и просто. Берём чисто выметую трёхлитровую банку, стерилизовать её не нужно. На дно кладём один лист хрена, две веточки укропа с зонтиком, три листика вишни, три листика смородины, кусочек острого перца, три зубчика чеснока, который разрезаем пополам и закладываем зелёные помидоры. Чтобы они плотнее улеглись, банку периодически хорошо встряхиваем. В процессе наполнения добавляем весь острый перчик, чеснок, веточку укропа, а также несколько листьев смородины и вишни. В трёхлитровую банку у меня поместилось полтора килограмма помидоров. Дальше готовим рассол. Берём полтора литра питьевой воды, добавляем туда 50 граммов соли, 100 граммов сахара и хорошо размешиваем. Теперь заливаем рассолом помидоры. Сверху кладём оставшиеся листья и укроп. Прикрываем всё листком хрена, доливаем рассол так, чтобы он доходил до самого края банки. Бросаем три таблетки аспирина, посыпаем сухой горчицей и закрываем капроновой крышкой. Банку сразу отправляем в погреб или любое другое прохладное место. Такие помидоры будут готовы не раньше, чем через два месяца. Чтобы избежать подтекания, банку на всякий случай лучше поставить в какую-то миску. На этом всё. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok